Итак, привет всем любителям мототехники, которые не поленились и включили это видео. В России наконец-то наступает весна. Да не только в России, конечно, во всем мире, но в России это значит, что скоро начнется мотосезон. И это долгожданное событие для всех мотоциклистов. И перед началом этого сезона традиционно хочу сделать небольшой обзорчик вещей, которые я умудрился купить. Сейчас перед вами находится вот эта вот куча непонятных коробок. И если вам интересно посмотреть, что внутри них, то не выключайте это видео, потому что сейчас мы начнем по отдельности открывать их. Я буду вам показывать, что там, за сколько я это купил, буду рассказывать, где я это купил и зачем я это купил. И возможно, кто-то из вас захочет приобрести себе точно такую же вещь. Ну что же, не будем долго тянуть и затягивать это видео. Погнали! Итак, начнем, пожалуй, с самых неинтересных вещей, с двух канистр масла. У нас в городе я его купил за 3500, 4-х литровая канистра Motul 7100. Пишите в комментариях, если у вас значительно отличается цена на масло в вашем городе. Зачем я его купил? Так как цены постоянно меняются. И, возможно, это масло станет намного дороже уже через день, два, месяц. Вы сами понимаете, все очень непредсказуемо в нашей стране. Поэтому я решил купить сразу же две канистры. Надеюсь, мне хватит их на сезон. Ну и, естественно, вместе с маслом я приобрел два масляных фильтра. У меня стоят масляные фильтры MV65. И обошлись они мне 450 рублей за штуку. Также я купил две заготовки для ключей. Они стоили буквально по 100 рублей, по-моему, на eBay я их взял. Так как у меня нет запасного ключа для мотоцикла, возможно, у кого-то тоже нету, то вы можете легко или на Алиэкспрессе, или на eBay заказать вот такие вот замечательные заготовочки по 100 рублей и сделать себе дубликаты ключей для мотоциклов. Также в этом году я буду менять себе переднюю резину, потому что она уже, черт возьми, подходит к концу. Именно поэтому я купил зимой вот такую вот замечательную переднюю покрышку. Называется Michelin Pilot Road 2. Очень хорошие у нее были отзывы. Даже лучше, чем у Pilot Road 3 и 4 почему-то. И я подумал, зачем рисковать, когда есть такая хорошая проверенная покрышка с хорошими отзывами. И решил приобрести именно ее. Купил я ее в магазине Колеса Даром и обошлась она мне в 6 тысяч. Итак, мы переходим к следующим замечательным покупкам, которые я приобрел перед этим сезоном. Возможно, многие сейчас вообще не понимают, что перед ними находится. Но сейчас я вам все расскажу и все покажу. Слева у нас находится Powerbank. Это такая огромная батарейка, которую вы заряжаете дома. Емкость моей 16800. Купил я ее в DNS за примерно 4500. Когда вы едете в какие-нибудь дальники и розетки не намечаются на ближайшие несколько дней, ваши камеры садятся, то Powerbank это великолепное решение. Потому что вы можете подключиться к ней. Здесь есть такие вот замечательные USB входы. И зарядить все ваши гаджеты. Также в нее встроен фонарик. А справа у нас находится удлинитель заднего крыла. Возможно, многие даже и не подозревали, что существуют такие вещи, как удлинители крыльев. Но, тем не менее, они существуют. И такая вот замечательная фирма под названием Pyramid выпускает эти изделия. На большинстве мотоциклов существует проблема то, что стандартные крылья очень плохо защищают от грязи и воды. Именно поэтому ставят вот такие вот удлинители крыльев. Единственный минус этих удлинителей крыльев состоит в их цене. Потому что они стоят примерно по 2-2,5 тысячи. А немногие готовы платить такие деньги за небольшой кусочек пластика. На самом деле здесь нет ничего выдающегося. И на самом деле я не понимаю, почему они столько стоят. Но все-таки аналогов не существует. Можно, конечно, сделать что-нибудь самому. Но ездить с каким-то колхозом не хочется. Поэтому я раскошелился и потратил 2 тысячи на такую вот вещь. Ну что же, пойдемте посмотрим следующие покупки. А следующая вещь, которую мы с вами посмотрим, это набор цепь со звездами. Которые я купил на ebay в Германии за 10 тысяч 200. Не знаю, сколько стоит сейчас этот набор, потому что цены все время растут. Но тем не менее, мне он достался за 10 тысяч 200. В принципе, в него входит цепь РК-530 для Сузуки Бандита и две звездочки GT, произведенные в Таиланде. Поэтому, если у вас в городе подобные наборы стоят гораздо дороже, то на ebay вас ждет всегда огромнейший выбор этих комплектов. Рассказывать, собственно, о них больше нечего, поэтому двигаемся дальше. Итак, следующая вещь, которую я хочу вам показать, это вот такие вот замечательные наколенники АГВ-спорт. У меня уже были такие наколенники, но они немножечко поизносились, поэтому я решил их обновить. Я их очень долго искал и нашел в одном месте на сайте Crazy Iron.ru. Эта фирма в основном известна тем, что делает дуги для мотоцикла, но оказывается, у них есть также интернет-магазин свой, который торгует экипировкой, поэтому я у них заказал и обошлись они мне всего лишь в 1900. Вообще, очень крутые наколенники и за 1900 я не знаю, что сейчас можно найти, только какую-нибудь полнейшую китайскую фигню. Поэтому, если кто-то ищет недорогие хорошие наколенники, то очень вам рекомендую. За 1900 я считаю, это просто идеальный выбор. Лучше ничего придумать невозможно. Следующее мое приобретение, это вот такая вот огромная коробка, в которой находятся женские мотоботы. Очень часто мне писали, почему же твоя девушка ездит без мотобот? Да сколько это будет продолжаться? Наконец-то поимей совесть, купи ей их. И да, я купил их. Опять же, на сайте Crazy Iron за 8200, по-моему. Вот находятся они вот в такой вот замечательной, огромной коробке. Фирма Гайерне, наверное, она называется. Вот такое вот у них название. Это итальянские мотоботы. Представляете, итальянские. И всего лишь за 8200. Ну что же, давайте откроем и посмотрим на них поподробней. Ну что же, вот так вот они, собственно, выглядят. Обычные черные ботиночки. Нет в них ничего такого выдающегося. Естественно, есть защита. Защита на носке. Защита в пятке. Очень тут твердая такая пятка. Вот здесь вот такая усиленная вставочка. И очень твердая, прямо несгибаемейшая подошва. Чтобы вы не подвернули свою ногу, если что, пойдет не так. Также за молнией есть вот такая вот вставочка. Если вода проникнет через молнию, вот эта вот штука помешает ей добраться до вашей ноги. Поэтому вот в таких вот мотоботах будет ездить у меня девушка в этом сезоне. Ну, а как они поведут себя на деле, в реальности, будет ли в них удобно, время покажет. А на этом пока что все. Переходим к следующим покупкам. Итак, следующая вещь, которую мы будем с вами обозревать, находится вот в такой вот потрепанной жизнью синей коробке. Там находится шлем МДС. Ну что же, давайте достанем его и посмотрим, что он из себя представляет. Вот так вот, значит, выглядит этот шлем. Называется он МДС М10. Покупал я его примерно за 8 тысяч год назад. Имеет вот такую вот интересную расцветку с отпечатками рук по бокам. Конечно, любая расцветка на любителя. Возможно, кому-то это совсем не понравится. Но, глядя на фотки, я подумал, блин, весьма неплохо. Почему бы и не приобрести его? Приобрел я его так, как мне уже надоело ездить в китайской Веге. Я в ней отъездил уже два сезона и захотелось что-то не китайское приобрести. Поездить в этом и посмотреть, есть ли хоть какая-то разница. И значит, когда шлем пришел, уже сразу же, на самом деле, видна разница. Несмотря на то, что он стоит немножечко дороже, чувствуется его качество буквально во всем. В нем нет ни солнцезащитных очков, ни каких-то других примочек. Это просто самый обыкновенный шлем. Ну вот, давайте на примере Веги. Сейчас поставлю Вегу рядом и покажу, в чем отличие. Итак, вот это моя Вега, в которой я ездил предыдущие пару сезонов. В чем же отличие итальянского дешевого шлема от китайского дешевого шлема? Во-первых, это, конечно же, качество. Как я уже говорил, берем вытяжка вот здесь, вентиляция. Она открывается, она закрывается, все твердо, то есть сама она не откроется и не закроется. Здесь же передняя вытяжка болтается как говно. То есть, вы ее закроете, она вот так вот до конца не закрывается, все равно она будет биться ветром об ваш шлем и в итоге все равно откроется. То есть, я уже абсолютно перестал с ней как-то бороться, она никак не фиксируется. И самое главное, что меня всегда бесило в Веге. Здесь, посмотрите, как опускается хорошо визор, легко хорошо опускается. В итоге вы его просто закрываете и все плотно, хорошо, без проблем, ничего не дует. Что же у нас в Веге мы имеем? Также визор, мы его опускаем и в итоге, когда мы его закрываем, всегда получается такая вещь, то что снизу вы видите щель. Огромнейшая просто щель, через которую просто адски дует. При этом, вот этот вот фиксатор уже опущен просто по максимуму. И остается вот эта вот щель. Поэтому всегда, после того, как я закрываю визор, мне приходилось еще с этой стороны надавливать, чтобы визор закрылся окончательно. И вот такие вот мелочи, на самом деле, очень подбешивают в китайских шлемаках. Именно поэтому я решил купить себе итальянский, недорогой, и посмотреть, в чем будет разница. По крайней мере, на первый взгляд, качество сборки уже намного лучше. Но в итоге я решил отдать этот шлем своей девушке и приобрести себе еще более крутой шлем, который мы с вами посмотрим буквально через несколько секунд. А вот в этой вот коробке находится тот самый шлем, который я решил купить для себя. Я знаю, многие из вас даже не подозревали то, что фирма Гиви, которая делает кофры, оказывается, делает и шлемы. И я только этой зимой сам сделал для себя такое открытие. Итак, давайте, в конце концов, вытащим его из этой коробки. Вот так вот выглядит упаковка. И посмотрим, что же там за шлем я решил купить для себя. Вот так вот он выглядит, шлем Гиви. Модель называется Снайпер. Вообще, совершенно случайно лазил по Ебэю и нашел этот шлем. Самое его великолепие состоит в том, что он стоит недорого. Я хотел себе какой-нибудь не китайский шлем до 10 тысяч. И желательно, чтобы там, конечно, были солнцезащитные очки. Естественно, очень сложно попасть в эти критерии, но, тем не менее, я смог найти. Этот шлем вместе с доставкой ко мне домой, лично мне его принесли, стоило мне всего лишь 8500. То есть, за 8500 я получил итальянский шлем с солнцезащитными очками и с доставкой прямо до квартиры. И я считаю, что это очень круто. Шлем выполнен очень качественно. Вот так вот выглядят солнцезащитные очки. Все вот эти вот вентиляции, все работает очень четко. Визор закрывается четко. Все вообще просто классно собрано. Ну что же, вот так вот он называется. 50.4 Снайпер. Пришел он мне из Италии. Дошел примерно за 3 недели. В общем, очень классный шлем. Я им прямо очень-очень доволен. Если посмотреть на него снизу, то мы видим кнопку, которая выдвигает солнцезащитные очки. Очень удобное на самом деле место расположения у нее. И материалы на самом деле не самые дешевые. Когда у дешевых шлемов здесь снизу находится одна тряпка и больше ничего, то этот шлем у нас делан даже какой-то кожей, кожезаменителем. Но, тем не менее, это все намного приятнее носить, нежели обычную какую-то самую дешевую тряпочку. Также в этом шлеме есть вот такая вот фигня, которая прикрывает подбородок снизу. И я надеюсь, что за счет этого будет меньше ветра проникать в шлем и ветер будет меньше оказывать влияние на микрофон, на который я буду записывать свои видео. Ну что же, вот такой вот шлем Givi. Я думаю, немногие знали то, что эта фирма делает шлемы, но сегодня, посмотря это видео, теперь вы тоже сделали для себя такое вот открытие. Ну что же, собственно говоря, вот так вот выглядит этот шлем Givi на мне. Все сейчас перед вами. И когда вы поднимаете визор, если вы будете пользоваться солнцезащитными очками, вы будете похожи на такого вот крутого пилота, какого-то истребителя. Не, на самом деле смотрится очень неплохо, очень стильно. И я считаю то, что за 8500 это весьма неплохое решение. Поэтому, если кому-то понравился этот шлем, теперь вы знаете о нем немного больше, потому что не думаю то, что на YouTube есть большое количество хоть каких-либо обзоров этого шлема. По крайней мере на русском языке точно. Вот такая вот кнопочка здесь сбоку, снизу. То есть, когда вы едете, бац, выдвинули очки, подняли, выдвинули. Так что все просто и все удобно. И последняя моя покупка, которой мы завершим это видео, это, что бы вы думали, чехол для шлема. Многие спросят, а зачем вообще это нужно? Смысл этого чехла в том, что когда вы едете и ложите в кофр шлем, он постоянно туда-сюда болтается, царапается, визор царапается, а потом, например, найти новый визор очень сложно на те шлемы, которые я приобрел. Потому что в России их достать сложно, на ebay их покупать дорого. Поэтому я решил, когда буду убирать шлем, например, в кофр и ездить с ним, я буду убирать его вот в такой вот чехольчик, который я, опять же, приобрел на сайте Crazy Iron. Вернее, после того, как я купил мотоботы и наколенники, мне сделали какую-то скидку в тысячу, не понял за что, и на эту тысячу я купил вот этот вот чехол. То есть, можно сказать, что он мне достался бесплатно. Выполнен он из какого-то непонятного твердого материала. То есть, мы его просто открываем и там внутри свободное место, куда можно положить шлем. Потом, например, если даже, чтобы не таскать шлем в руках, вы можете его туда убрать, застегнуть молнию и вот здесь вот есть такая ручечка и забрать, например, его куда-нибудь с собой. Или просто закрыть его в гараже, чтобы он не пылился. Никогда не видел, чтобы люди покупали на самом деле такие штуки. Никто их никогда не обозревает, но мне кажется, что это весьма удобная такая вот фиговина, особенно, когда она достается вам совершенно бесплатно, как в моем случае. Поэтому, в целях сохранения шлема этот чехольчик подходит весьма великолепно. Ну что же, и на этом, собственно говоря, все. Надеюсь, это видео было для вас полезно. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. И напоследок хочу упомянуть об одном интересном канале, который я недавно нашел на ютюбе. Это никакая не реклама. Мне ничего за это никто не платил. Называется канал Массала Трип. Там два парня ездят по Индии уже несколько месяцев, показывают жизнь Индии, не туристической совершенно, бедность, мотоциклы, сервисы, попадают во всякие интересные ситуации, куча поломок у них, всяких по пути случается, природа Индии, очень классная съемка, все очень классно снято на самом деле. Путешествует вот на таких вот индийских мотоциклах, название перед вами. Поэтому, если кому-то интересно, то можете вбить это название на ютюбе, ссылочку оставлю в описании, и ознакомиться с ним. На самом деле, очень неплохой канал, и очень странно то, что у него так мало просмотров и подписчиков. Ну что же, и на этом, собственно, все. Это был небольшой обзор моих покупок, связанных с мототехникой. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!